Он в латерал, если разбирать на него, он даже спирт нечего, да? А танцует как бог, потому что музыкально, потому что заполнена вся акция. Итак, пишем? Итак, мы с вами разобрали. Первый партиз импровизации. Это когда мы можем сделать что-то привычное. И в ту сторону, как мы можем у себя составить, например, свой мозг, какой нейрончик, новую связь здесь создать. Мы берем свой классический партизный шар. Так, тун, чик, чик, тун, чик, чик, танцуем на кругольник. Справа, назад, левый, вперед, тун, так, так. Затем, добавляем. Изменение направлений на базовом шаре. Пробуем сделать аусу не в ту сторону, женский базовый поворот не в ту сторону. И таким образом просто пробуем свое тело немного отучить от того, что у нас есть связка, раскрытие, бонус, латерал и так далее. Просто, это нужно просто для того, чтобы нам немножко свой мозг расширить в плане импровизации. Дальше. Следующая тема. Здесь же в импровизации. Другие стили. То есть все, что вы танцуете помимо звука, звуки помогает. Если вы не накладываете, то есть не подменяете технику звука другими элементами, а дополняете именно стальниковые вещи, их нельзя путать, да? То есть, например, брейкинги или всякие паттлинги, это хорошо, но если у вас на брейкинг строго цвета не будет, потому что на этот момент, то у нее будет инсульт в конце вечеринки, да? То есть нужно, как бы сохраняя вот это все, ну, например, тум, нормально. Тум, тум. Ну, то есть как бы мы вставляем их умеренно и туда, где они уместны. Дальше. Заполнение музыки и стиле музыки в инкронизации. Одним этим базовым шагом мы с вами попробовали лампадическую музыку, классический рио стайл, и попробовали с вами хихо, точнее, арби музыку. Когда мы можем танцевать наверху, так, не выпадая с долгого звука. Когда мы можем заземляться, так, так, и так, так, так. И когда мы можем танцевать заполняя, на одном уровне, абсолютно спокойно, или как олд-кулзу, наверх, вниз-вниз, наверх, вниз-вниз. Все эти варианты вы можете попробовать на одном только базовом шаге. Девчонки, как мы отрабатываем удобность для того, чтобы танцевать с клутанами, которые танцуют то, что вы себе и в обратном могли? У вас есть первое понимание того, что тур, чик, чик, и в конце каждого чика, не каждого чика, а последнего чика каждой тройки, вот этих чиков, есть пауза. Эта пауза дает нам информацию, это преп на следующий элемент. Если я танцевала ровно, и не было никаких прыжков, ни подстопов, ничего, и вот остановка, например, то следующий шаг я буду делать с этой ноги. И партнер мне скажет, иди за мной, иди от меня, иди вместе со мной. Если партнер в этот момент в этой паузе сделает дант-дох, я пройду в поворот. Если партнер во время этой паузы сделает скрутку, я пройду в поворот. То есть вот эта вся информация находится в том, как танцует партнер. Соответственно, нам нужно просто не спешить. Уже это плюс сто пятьсот, там и партнерша. Это очень сложно, когда очень хочется танцевать, но это надо делать. То есть наша задача в импровизации, чем весь фокус внимания максимально сосредотачивать именно на партнере. Если вы думаете о своем танце, у него импровизация получится, ну, точно не в 100% лучше, даже не в 80%. Понятно? Иди, пробуйте, и пусть у вас все получается. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.